Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Пенсионному фонду 25. Строительство высотных зданий ограничат. Казачата. Достойное будущее Кубани. 22 декабря 1990 года, ровно 25 лет назад, было подписано постановление Верховного Совета РСФСР о создании Пенсионного фонда Российской Федерации. Сегодня в управлении Пенсионного фонда России по городу Анапы прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В актовом зале собрались нынешние сотрудники управления, ветераны, почетные гости. Тепло с юбилеем поздравил всех присутствующих начальник управления Пенсионного фонда в городе Анапа Георгий Колпакиди. От имени главы курорта Сергея Сергеева сотрудников управления поздравил его заместитель Александр Колесников и вручил приветственный адрес. Прозвучало поздравление в адрес юбиляров и от санаторно-курортного комплекса «Делуч». Его озвучила главный бухгалтер Татьяна Кудрявцева. В связи с 25-летием образования Пенсионного фонда лучшие сотрудники Анапского управления были награждены медалями, почетными грамотами правления Пенсионного фонда России и благодарственными письмами. О теплой, почти домашней атмосфере праздника свидетельствовали нескончаемые аплодисменты в адрес награжденных. С декабря 1992 года по апрель 2015 руководила Пенсионным фондом в Анапе Лариса Огородник. Лариса Николаевна обратилась к ветеранам управления. Хочется пожелать им здоровья, счастья, благополучия, успехов в их нелегком труде. Этот праздник, день образования Пенсионного фонда, накануне Нового года. Хочется людей поздравить с Новым годом и пожелать того, что я и желала. Счастья, здоровья, благополучия, выполнения всех поставленных перед ними задач. Телерадиокомпания «Анапа-регион» поздравляет всех сотрудников управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Анапа с 25-летним юбилеем. Нам очень приятно, что в числе награжденных за содействие и помощь и наш руководитель Сергей Корабельников. Внести изменения в правила землепользования и застройки, которые ведут зонирование территории курорта и ограничат строительство высотных домов. Поручения главы Анапы Сергея Сергеева управлению архитектуры обсудили на общегородском планерном совещании. О кадровых изменениях за прошедшую неделю доложил заместитель главы Анапы Олег Костенко. Я ухожу на перестану 21 декабря по соглашению сторон по договору с начальником управления имущественных отношений на историческом муниципальном образовании города Пенсионного фонда. Об оценке эффективности деятельности руководителей структурных подразделений администрации подчиненным напомнил глава Анапы. Муниципальные служащие должны не просто быть статистами, а применять свои знания для улучшения качества жизни анапчан, сотрудничая с различными краевыми и федеральными ведомствами. А вот для глав сельских округов первый показатель в работе – решение проблем, с которыми люди к ним обращаются ежедневно. Поручение Сергея Сергеева – проанализировать количество жалоб и обращений по каждому округу. И главное – результат – оказана помощь или нет. Анализ провести по сельским округам по поступлению в город и берем по поступлению жалоб, из них выделить те, которые сбородуют. Сколько? Сегодня, на конце рабочего дня. Ну, давайте завтра, до конца рабочего дня. Если сегодня сделаете, спасибо. А так, завтра, до конца рабочего дня, вы мне представите эту статистику, да? А я потом скажу, что с ней делать. Мы посмотрим на роли лав в работе с населением. И стратегически важный вопрос для развития города-курорта – внесение изменений в правила землепользования и застройки, озонирование территории и ограничение строительства высотных зданий. Задачу управления архитектурой поставил мэр Анапы. Марина Марченко рассказала, что вопрос тщательно прорабатывается. Определено несколько зон, в том числе две на Пионерском проспекте, а также в районе Высокого берега. Подготовленному проекту предстоит пройти ряд согласований с главным архитектором края, прокуратурой и другими структурами. Затем он будет вынесен на публичное обсуждение и только после этого будет принят как документ. Красная линия для торговли в курортных зонах и вблизи с пляжами – еще один момент, который требует межведомственного подхода. Другими словами, это определение зон для размещения нестационарных объектов в высокий сезон и закрепление зонирования нормативным документом. Желающих учиться в классах казачьей направленности в Анапе становится все больше. Новые классы открываются на курорте каждый год. Результаты общей работы и планы на будущий год обсудили на традиционном ежегодном семинаре, который прошел в селе Юровка. Атаманы районного казачьего общества, представители управления образования, директора, школы, педагоги поделились своими наработками и успехами. В этом году на курорте появилось еще шесть казачьих классов, теперь их 31. Почти 800 ребят с гордостью носят красно-черную форму, изучают историю казачества и православия. Форма обязывает быть дисциплинированными и ответственными за себя и других. Недавно ездили на турслет, практически заняли все первые места по стрельбе, по бегу третье. Ездили на 11-й слет православной молодежи Кубани, он проходил в горячем ключе. Я горжусь своим классом, каждого люблю, можно так сказать, каждый друг за другом переживает. К семинару учащиеся подготовили небольшую выставку декоративно-прикладного искусства в лучших традициях Кубани. Преподавать в классах казачьей направленности непросто, уверяют педагоги. Расту вместе с ними, вместе с ними прохожу переходный возраст, вместе с ними проживаю все их проблемы. Мои дети более патриотичны, более серьезны, не завершают необдуманных поступков. Прежде чем что-то делать, они думают, стараются, вот даже взять хотя бы дежурство по школе, когда дежурит наш класс, бегают детей меньше, потому что наша форма останавливает даже, если можно так сказать, других детей. Программа семинара насыщенная. В своих выступлениях участники говорили о воспитательной роли школьного музея, о системе сотрудничества между казачьими классами, поднимались вопросы духовного развития учащихся. Особая роль в воспитательном процессе у казаков-наставников. Юные казачата подготовили новогодний подарок участникам семинара – небольшой концерт. Мы партийоном, это честь для казака, за это наши троекады. Ра, ра, ра! Главная цель, намеченная на будущий год – появление на курорте казачьей школы. Первую школу откроют в Юровке, вторая в перспективе будет в Уташе. Мы всегда работаем на качество, а не на количество. Губернатор Краснодарского края Кондратьев Фениамин Иванович сегодня ставит большие задачи казачеству, а мы воспитываем подрастающее поколение. Потом мы должны уйти на пенсию и знать, что за нами идут те, которых мы воспитали. Они также будут продолжать работу, воспитывать патриотов нашей Родины. Самое главное – это патриотизм, любовь к своей Родине. По итогам года атаман района Валерий Плотников удовлетворен работой всех казачьих классов. Ребята показывают отличные результаты в учебе и спортивных состязаниях. Слово «Родина» для них уже не пустой звук. Будущее Кубани в надежных руках. Очередные победы анамских спортсменов – лучший предновогодний подарок. В Армавире прошел чемпионат Южного федерального округа по самбо среди мужчин и женщин. Вторые места завоевали Елена Бролякова, Евгения Ахмедзянова и Раиса Асланова. Третье место – Янис Иоаниди. На первенстве среди юношей и девушек три первых места завоевали спортсмены Кристина Усова, Роберт Полояна и Татьяна Селедкова. Второе место у Самвела Бобиньяна, а третье – у Велихана Дологлоняна, Ивана Терещенко и Вячеслава Якименко. В Славянске на Кубани прошло первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. Артур Амбарян занял первое место на дистанции 60 метров и второе на 200 метрах. В Геленджике воспитанники ДЮС США номер один и ДЮС США номер три приняли участие в открытом краевом турнире по боксу, посвященном памяти Матвеева, и завоевали четыре первых места, шесть вторых и три третьих. Накануне Нового года подвели итоги конкурса «Милые мамочки портрет». Организаторы конкурса – телерадиокомпания «Анапа-регион», радио «Европа плюс Анапа» и управление по делам семьи и детей курорта. Юные анапчане прислали на конкурс фотографии своих мам. После размещения их на сайте телерадиокомпании «Анапа-регион» началось голосование. Лучшие фото выбирали посетители нашего сайта. На третьем месте Петр Бравко, на втором – Тимофей Зубенко. А абсолютным победителем стала фотография, присланная Иваном Панфиловым. За нее проголосовало 408 посетителей с сайта телерадиокомпании «Анапа-регион». Счастливая мама Оксана Панфилова получила диплом от нашей телерадиокомпании и сертификат на отдых в санатории от Управления по делам семьи и детей. Семья Панфиловых сможет отдохнуть в удобное для них время. Большое спасибо телерадиокомпании «Анапа-регион» за подарки, за предоставление возможности участия в таком конкурсе. И всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и удачи! До Нового года осталось 9 дней. На нашем канале стартует традиционная предновогодняя рубрика, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта. С наступающим Новым годом! Поддерживаем праздничное настроение! Уходящий год был знаменательным тем, что было очень интересной программы у нас, концертной программы. Ну и лето прошло весьма удачно. Было очень много посетителей у нас, и как анапчан, так и приезжих, отдыхающих. Это я имею в виду ракушечку. Кстати, эту ракушечку будет нам реставрировать. А это будет прежде всего подарок для нашего города. Вот, и потом это где-то в марте, в апреле это уже будет готово. Я так полагаю, что мы 1 мая уже будем открывать новую ленточку, будем разрезать. И вот к тому времени у меня будет программа совершенно изумительная. Ну, просто изумительная. Если уж она мне нравится, всем остальным она тоже будет нравиться. И, конечно, поздравляю я анапчан, и желаю им счастья, здоровья, бодрости. И любить свой город. Любите его так, как люблю его я. Я люблю его очень искренне. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 23 декабря в Анапе малооблачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем плюс 6-8 градусов. Ночью до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Спешите! Только до 31 декабря 2015 года «Меркурий-2» проводит акцию «Снежные». Квартиры с видом на море со снежной скидкой – 1000 рублей с квадратного метра. В «Снежные» акции участвуют квартиры с 9 этажа и выше. Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.